Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. С вами Анастасия Гулис. Сегодня я хотела бы рассказать вам о такой популярной и востребованной всеми огородниками культуре, как огурцы. Огурцы – это тропическая однолетняя лиана, которая родом из Юго-Восточной Азии и Индии. И вот сам факт происхождения этого растения из тропических регионов указывает на то, что растения это не очень легко себя чувствуют в наших условиях и требуют особого внимания, чтобы получить богатый урожай хрустящих сочных зеленцов. Что же нужно для того, чтобы вырастить хорошие и такие вот радующие урожаем огурцы? Но прежде всего особое внимание следует уделить тому, как заправлена грядка при посадке. Огурец – это, наверное, практически единственная, одна из немногих культур, которые требуют при посадке внесения большого количества органики. Только большое количество органики помогает вырасти огурцам свежими, хорошими, плодоносить обильно и чтобы плодоношение их продолжалось до самого конца сезона огуречного. Дело в том, что в природе огурцы вообще как бы это растения такие немножко сорные, и они обычно встречаются на кучах гниющего растительного мусора. Там они находят в себе оптимальные условия для роста и питания. Мы должны создать им похожие условия. Навоз либо растительный компост с успехом исполняют эту задачу. Для того, чтобы заменить органику, которую мы не можем по каким-то причинам приобрести, либо у нас ее нету, можно использовать любые растительные материалы. Это такие материалы, как солома, листья, тонкие ветки растений, сорные растения. Вы можете их складывать в каком-то месте, а осенью во время перекопки почвы на грядку, где вы планируете весной высадить огурцы, вносятся вот все эти материалы, и сверху насыпается не очень толстый до 10-15 сантиметров слой почвы. В принципе, вот такой подготовки достаточно для того, чтобы заменить навоз либо компост. Что еще важно для огурцов? Это культура, которая требует большого количества влаги. Родом из тропических дождевых лесов это растение требует действительно постоянного полива. Даже если полив достаточный, но очень жаркая погода, растение испытывает недостаток влаги, и многие сорта, вот вы наверняка отмечали это, получаются горькие зеленцы. Горечь огурцов, она возникает именно от недостатка влаги. То, что это растение родом из теплых мест, также указывает на то, что полив должен производиться теплой водой. Огурцы это одна из культур, которая очень восприимчива к корневой гнили, которая вызывается грибом фузариум. Это фузариозное увядание. Наверняка многие с ним сталкивались. У огурцов, у тыквы, у дыни, у арбузов. Но особенно подвержены этому заболеванию огурцы и арбузы. Когда происходит сильное похолодание, либо холодный дождь и после этого похолодания, грозовой дождь и похолодание, очень часто мы видим, что наши огурчики как-то приникли, и часть из них просто погибает. Погибает, начинает усыхать у корня. Вот это действие гриба фузариум, и чтобы избежать вот таких последствий, конечно, желательно выращивать огурцы на приподнятых грядках, но это влечет за собой недостаток влаги всегда, потому что приподнятая грядка, она требует более частого полива. Для того, чтобы избежать негативных последствий этого, можно либо использовать какое-то укрытие, но как-то не всегда хочется это делать, либо надеяться на хорошую погоду. Поскольку с огурцов мы всегда собираем зеленые недозревшие плоды, завязи, плодоношение огурцов у нас никогда не останавливается, вплоть до серьезных похолоданий. Естественно, такая интенсивная работа растения на плодоношение всегда связана с большим выносом питательных веществ. Главные питательные вещества, которые необходимы огурцам, это азот, калий, фосфор и кальций. Вот это четверка веществ, которые всегда нужны в подкормках. Наибольшая доля в подкормке должна быть азота, затем калия, фосфора чуть меньше, большее количество фосфора необходимо для томатов. И кальций у нас используется в небольших дозах, это микроудобрение. Его чаще всего применяют в виде кальциевой селитры, либо вносится в почву при посадке такая вещь, как печная зола, древесная зола, либо вносится мясокосная мука, она очень хорошо подходит для этих целей. Все эти вещества содержат кальций в больших количествах. Кальций медленно высвобождающийся элемент, но в принципе это не так страшно для огурцов, поскольку его потребление небольшое, но постоянное. Схема подкормки огурцов в связи с тем, что я сказала раньше, она достаточно такая, она связана с регулярностью, с регулярностью и постоянностью. Вот если есть какие-то культуры, которые мы можем внести только при посевное удобрение и затем пару раз подкормить по мере необходимости именно для корректировки каких-то недостатков развития, такие, например, как чеснок, лук, вот с ними можно так обойтись, то с огурцами эта схема не прокатывает абсолютно. Огурцы требуют к себе постоянного внимания. Поскольку мы собираем урожай с огурцов регулярно, мы можем, в принципе, достаточно часто уделять внимание этому растению. Мы собрали зеленые огурчики и подкормили растения. Как лучше это делать? Для подкормки используются чаще всего питательные вещества в жидком виде. Если вы сторонник минеральных удобрений, вы можете использовать любое комплексное удобрение с преобладанием азота, с небольшим добавлением кальциевой селитры. Есть специальные огуречные смеси, как органоминеральные, так и минеральные полностью. В принципе, они все показывают неплохую работу при условии, что ваша почва обогащена органическими веществами. И поэтому на песчаных почвах, на минеральных почвах, если ваша почва не была обогащена навозом, компостом, если у вас не было такой возможности, я рекомендую использовать такие бабушкины средства. Конечно, они всегда достаточно проблематичны бывают при использовании на небольших садовых участках, поскольку, как правило, приготовление вот этих всех растворов жидких органических удобрений, оно всегда связано с достаточно таким сильным запахом, который почти никому не нравится, скажу честно. Для подкормки огурцов можно использовать настои сорняков. Вообще, для того, чтобы приготовить вот эти все настои для огурцов, вам необходима пластиковая бочка. Металлические бочки можно использовать только, если они покрыты изнутри краской либо лаком. Потому что все вот эти растворы, они достаточно агрессивные и вызывают сильную коррозию металла. Для приготовления настоя из сорных растений. На четверть заполняете подвявшими сорняками и затем доверху заливаете водичкой свои сорняки. Накрываете обязательно крышкой. Это важное условие, потому что иначе вы просто замучаетесь от этого запаха. Лучшие сорняки, которые дают наибольшее количество питательных веществ, это, естественно, сорные растения, которые растут на очень плодородных почвах. К таким растениям относятся крапива двудомная, крапива жгучая, сныть, мокрица дает очень много питательных веществ. Лебеда, марь белая, это также растение, которое содержит много питательных веществ. И при их использовании они достаточно быстро сбраживаются. И получается очень такой хороший питательный раствор. Раствор вот этот вы закладываете в первую бочку буквально при посадке своих огурцов на грядку. Потому что бродит этот раствор в зависимости от температуры воздуха от 10 до 30 дней. То есть вот как вам повезет. Естественно, чем выше температура, тем быстрее происходит сбраживание. Регулярно надо помешивать раствор для того, чтобы выходили пузыри газов, которые образуются при брожении. Когда брожение практически заканчивается, перестают вот эти пузырения выходить, запах становится просто невыносимым, значит наша бродиловка готова. Важное замечание при использовании любых удобрений, их используют в растворенном виде и подкормку производят обязательно поливом теплой водой под корень. Огурцы нежелательно поливать по листьям, хотя они это переносят гораздо легче, чем томаты. Поливание по листьям допустимо только в вечернее время, если нет уже прямых солнечных лучей и отсутствует вероятность ожогов наших огурцов. Кроме того, подкормочный полив по листьям может загрязнять наши маленькие зеленцы, а поскольку срок их созревания достаточно быстрый, то лучше все-таки производить подкормки именно под корень огурцов. При выращивании огурцов важно всегда поддерживать рыхлость почвы. Огурцы – это культура, которая требует легких, очень рыхлых почв. Можно также при выращивании огурцов использовать органическую мульчу. Но мне больше всего нравится в качестве мульчи скошенная газонная трава, которая перед этим была подвялена на протяжении солнечного дня. Вот она подвяла, она уже не сочная. И я ее раскладываю слоем до 3-4 сантиметров. И при каждом кошении газона постепенно этот слой добавляется. Использование такой мульчи, оно при условии постоянных подкормок образует на следующий год очень хороший слой перегноя дополнительный. И на этой грядке можно будет с успехом выращивать другие культуры, например, томаты или перцы. Надеюсь, мой рассказ про огурцы будет вам полезен. И вы получите хороший урожай свежих хрустящих огурчиков в этом году. С вами была Анастасия Гулис на канале Процветок. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки.